Статистика детского травматизма этим летом неутешительна. С момента снятия ограничений на прогулке количество суточных обращений в травмпункт увеличилось почти в 4 раза. Ситуацией в Республиканской детской клинической больнице познакомилась наша съемочная группа. Лето – самый травмоопасный сезон для детей. Школьники на каникулах, впереди месяцы прогулок, забав и развлечений. Но зачастую самые безобидные игры и шалости могут обернуться серьезными травмами и нанести урон здоровью ребенка. В это время работа на нагрузку увеличивается, потому что поступают дети с очень серьезными травмами. И, как правило, эти травмы дети получают часто из-за того, что взрослые уделяют мало времени, мало внимания. Семилетний Вадим Фомин в отделении травматологии уже в третий раз. После двух неудачных переломов руки, для того, чтобы кости срослись правильно, врачи установили ему временную металлическую спицу. Сегодня ее благополучно удалили. Маленький пациент чувствует себя хорошо. Надо быть повнимательной, следить за ребенком постоянно и предотвращать эти неудачные падения. Есть и более серьезные случаи. Дорожно-транспортные происшествия, чрезвычайные происшествия на воде, укусы ядовитых змей. Тогда пострадавшие напрямую попадают в реанимационное отделение. У нас в настоящее время есть дети, которые получили тяжелые травмы в результате транспортных происшествий. Мы им спасли жизнь, но как они восстановятся, пока еще неизвестно, потому что, возможно, у них останутся какие-то проблемы, остаточные со здоровьем. Для того, чтобы не пополнить печальную статистику, врачи настоятельно рекомендуют родителям внимательнее относиться к своим детям, а детям не забывать о правилах безопасного поведения. Богдана Дойникова, Игорь Зверев, Республика.